Добрый вечер! На канале БУК-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшней программе. Создать из оставшихся фрагментов МАЦЭФ уникальный мемориальный комплекс Слопидарии. Представители Международной общественной организации «Диалог» приступили к первому этапу работ – каталогизации и описи имеющихся здесь МАЦЭФ. Многоформатный Брест. Общественное обсуждение проекта многоэтажного дома в районе пересечения улиц Вишневой и Сикорского. Смелое предложение молодых брестских архитекторов со временем сможет эффектно дополнить существующую инфраструктуру. Кому летом работать хорошо или все о крупных ремонтных работах в учебных заведениях Бреста? И что в планах сделать до конца лета? Программа «Безопасный лифт» – продолжение. Как в Бресте обстоят дела с исправным функционированием лифта в жилых домах? Сколько агрегатов уже было заменено в текущем году? И сколько еще обновок будет установлено? Мониторинг наших корреспондентов. Об этом и не только прямо сейчас в программе «Итоги недели». Нераскрытые страницы истории Бреста вновь и вновь возвращают нас к событиям различных эпох. Они, как правило, приходят к нам через столетия посредством уникальных находок, которые время от времени обнаруживаются то во время реконструкции инженерных сетей, то в периоды крупного строительства. В их числе и мацевы – еврейские надгробия, найденные еще в начале 2000-х. Ни для кого не секрет, что на рубеже эпох 19-20 веков в областном центре жило достаточно большое количество евреев. К сожалению, во время Второй мировой войны судьбы многих из них сложились трагично. Кроме того, фашистские захватчики практически уничтожили еврейское кладбище. Позже надгробные плиты использовали для мощения улиц. Спустя десятилетия фрагменты мацев были возвращены еврейской общине, и благодаря поддержке международных общественных организаций и родственников, тех, кто был когда-то захоронен здесь, эти фрагменты истории будут увековечены. На каком этапе сейчас работы и что будет дальше, Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. История с мацевыми, найденными сразу же на нескольких площадках, достаточно долго не имела продолжения. Фрагменты надгробия были изъяты и в собранном виде ждали того момента, когда им суждено будет стать частью уникального мемориального комплекса. Инициативу помочь сохранить общую историю поддержали международные организации, имеющие большой опыт работы с проектами разного формата. Сегодня главная цель – создать из оставшихся фрагментов мацев уникальный мемориальный комплекс «Лапидарий». Первый этап – это каталогизация, музеификация всех камней, которые здесь есть. Возможно, еще какие-то камни будут находиться по этапу строительства. И наша задача на первом этапе – их всех сфотографировать, их в дальнейшем попытаться прочитать, а это достаточно нелегкий труд, должны специальные знания, замерить эти камни для инженерных работ, взвесить эти камни для инженерных работ. Потому что планируется строительство «Лапидарий». «Лапидарий» – это когда камни монтируются в определенные стены, это мемориал, который состоит из камней. Для того, чтобы прочитать эти конструкции, для того, чтобы этот мемориал стоял, а не развалился через какое-то время, необходимо знать и размеры, и вес этих камней. Заручившись поддержкой городских властей, объединив в команде специалистов разного профиля, представители Международной общественной организации «Диалог» приступили к первому этапу работ – каталогизации и описи имеющихся здесь мацев. Каждый фрагмент фотографируется, взвешивается и описывается. Со временем полученные данные станут основой базы информации о тех, кто был захоронен на уничтоженном кладбище много лет назад. Каталог разместится в широком доступе, чтобы своих близких здесь могли найти родственники, эмигрировавшие и живущие сегодня в других странах. Каждая плита – своего рода метрика, по которой можно установить достаточное количество данных. Кладбище – это такой источник по еврейской генеалогии, по еврейской, может быть, аномастике, антропонимике, чтобы можно было набрать какое-то количество разных имен. Здесь имена достаточно типичные, но встречаются иногда разные и нетипичные имена, поэтому это очень интересно все делать, особенно когда получается у нас полный каталог, и мы можем посмотреть какую-то общую картину. Юлиан занялся изучением идиш и еврит около восьми лет назад, и сегодня он без труда может объяснить, что же хранят в себе мацевы и выбитые на них непривычные для нас символы. Здесь кувшинчик, вот рука, которая держит кувшинчик, и она куда-то поливает. И мы из текста видим, что человек, который здесь похоронен, он принадлежал к роду левитов. В иудаизме принято фиксировать род, из которого человек происходил. Здесь много сокращений, поэтому текст кажется довольно коротким, но на самом деле, когда мы его переводим, он получится довольно такой объемный, длинный. Значит, смотрим. Человек уважаемый и прямодушный, господин, или может быть учитель наш, здесь сокращение, его зовут Мэйр Йосеф, сын Эли, тут сокращение, возможно, Ильяхо, Эли Яаков, да будет благословенна память его. Скачался в добром имени, так пишут обычно, 18-го томуза, 18-го числа месяца томуз по еврейскому календарю, года 5640-го по еврейскому календарю, и это соответствует 1880-му, примерно, лета 1880-го года по календарю Григорианского. Сохранившиеся Мацевы станут основой будущего монумента. Архитектор видит его в форме разомкнутого кольца. Оно словно разорванное связи поколений, приглашая тех, кому действительно дорого заглянуть внутрь и, возможно, найти частичку себя. Концепцию разрабатывали лучшие архитекторы областного центра. Сегодня они видят главное значение этого монумента в том, чтобы сохранить утерянную много лет назад частичку истории. Здесь такая более творческая какая-то работа, да, и даже не знаю, просто окунуться в сам процесс, да, опять же, там, очень много я работаю на сегодняшний день в историко-культурной медицинской республики Беларусь, да, делаем комплексно-научно-исследовательские работы, ну и это тоже такая тема, да, тема культуры, и как-то чуть глубже хотелось бы поработать с этой темой, ну, как бы, просто интерес, интерес, вот, как бы, пройти эти этапы. В реализации проекта есть особая заинтересованность городских властей. Об этом свидетельствуют договоры о сотрудничестве, подписанной между представителями Брестского горосполкома и Международной общественной организацией «Диалог». Реализовать инициативу большая команда планирует за три года, а что выйдет из этого проекта, покажет время. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дорсбук, Ночь, Александр Макаревич. Итоги недели. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Современный город невозможно представить без общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы, маршрутное такси являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. И чтобы поездки приносили нам только комфорт, удовольствие, специалисты предприятия «Брестский общественный транспорт» постоянно работают над усовершенствованием системы городских перевозок. Это многоплановая работа, трудоемкая и очень затратная. Автобус или троллейбус, как мы все понимаем, дешево стоить не может. Но и экономить на этом нельзя. И имидж города нужно поддерживать, и безопасность людей. Обновления транспортного парка в этом году заметны. Чуть больше месяца назад презентовали новый для областного центра общественный транспорт – электробус. А недавно четыре новеньких автобуса пополнили арсенал предприятия. Чем живет и дышит сегодня «Брестский общественный транспорт» мы вам расскажем прямо сейчас. Автобусы, троллейбусы, маршрутные такси – то, к чему мы привыкли и что является неотъемлемой честью нашей повседневной жизни. Многие брещения ежедневно выбирают именно общественный транспорт, чтобы добраться на работу или домой. А сделать проведенное в поездке время приятным и комфортным – задача руководителей городской администрации и ведомственных предприятий. Адаптируются маршруты, обновляется автопарк, внедряются современные технологии. Кстати, об обновлениях. Совсем недавно в «Брест» приехали четыре новых автобуса МАС, и в ближайшее время их можно будет увидеть на городских маршрутах. «На этот год в плане поставки девяти машин. Вот четыре машины городских МАЗа-203 мы уже получили. В принципе, они уже готовы к работе. Осталось поставить на номера, и все, они будут уже обслуживать население. И пять машин мы получим уже где-то в третьем-четвертом квартале этого года. Это автобусы новой модификации, новой серии. Раньше были 103-е МАЗы, сейчас вот вместо них выпускают 203-е МАЗы. Ну, они более современные». Говоря о современности, нельзя не упомянуть зеленый транспорт – электробус, который с недавнего времени начал курсировать по центральной городской дороге. Он экологичен и функционален. Многие обрещания не проще прокатиться именно на нем. Комфорт и удобство здесь обеспечены каждому. Не только пассажиру, но и водителю. К слову, в начинке экологичного транспорта есть много полезных опций – камеры, теплая и холодная подсветка, зарядное устройство. Водители уже оценили электробус. «Хорошая машина, комфортная, современная. Все на своем месте, все удобно, все доступно. Главное – комфорт тоже, как для водителя, так и для пассажиров. Вот камеры, к примеру, у нас. Четыре камеры в салоне находятся. Все видно, пассажиров, как бы это самое… Ну, зарядное устройство тоже, дети особенно приходят и спрашивают, как пользоваться, включите, если она там выключена. Ну, вот эти вот кнопочки, которые на открытие дверей, тоже, как бы, комфорт пассажирам». Комфорт пассажирам добавляет и возможность оплатить проезд с помощью телефона. Предприятие «Брестский общественный транспорт» первым в республике внедрило широкую линейку электронных проездных билетов. Сегодня в автобусах и троллейбусах мы можем воспользоваться QR-кодами для сканирования от нескольких разработчиков. Основные – тиксы оплатим. Как отмечают специалисты, реализация электронной продукции набирает силу. На данный момент она составляет 10% от общего количества. Мало, но все еще впереди. Подтверждают цифры статистики и сами брещания. «Мне нужны электронные. Почему? Так удобнее, если, ну, и, во-первых, если очередь какая-то там, ты быстро оплатила, если очередь к водителю, ты быстро оплатил, и все, так намного удобнее». «Нужны, конечно, удобно, если нету наличности с собой». «Конечно, нужны». «Почему?» «Ну, это намного проще в обслуживании. Не нужно стоять в очередях. Как бы в использовании очень удобно, просто. Я считаю, что только да, и должно развиваться в этом направлении». Да, преимуществу электронных билетов достаточно. Правда, уйти от проверки работников контрольно-ревизорской службы при их покупке не удастся. Контролеры могут по определенной системе посмотреть наличие оплаченного билета в вашем телефоне. К слову, избежать штрафа так называемым «зайцем» не получится. С начала этого месяца в структуре контрольно-ревизорской службы произошли некоторые изменения. «В целях предотвращения возникновения различных конфликтных ситуаций нашим предприятием с Брестским областным управлением Департамента охраны заключен договор на оказание услуг по установке кнопки экстренного вызова милиции. Мы считаем, что данная кнопка поможет нам минимизировать возникновение различных ситуаций, в том числе и нарушений общественного порядка». А потому любителям подебоширить в автобусах или троллейбусах теперь рисковать не стоит. Это всем на благо. Дисциплина в транспорте точно добавит комфорта. И на этом апгрейд предприятия «Брестский общественный транспорт» не заканчивается. С начала рабочей недели здесь стартовала профессиональная преподготовка водителей. Ведь даже если находиться за рулем большую часть своей жизни и уметь правильно реагировать на любую сложившуюся ситуацию на дороге, обновлять знания все равно необходимо. В этом уверен и Владимир Шишук, который безопасно перевозит пассажиров из точки А в точку Б уже 20 лет. «Я думаю, для повышения мастерства некоторые водители просто приходят, ну, давно не работали. Я, например, работаю 20 лет, а кто-то вот пришел, только недавно вот начинает, как говорится, выбрал такой путь. Для этого нужно повысить мастерство свое больше. И в том числе, как для самого себя, тоже сам себя проверишь. Может, что-то подзабыл, тут что-то подучишь, подправишь, как говорится, и будешь работать дальше». Занятия в течение 10 дней проводятся по единой программе, которая определена правилами автомобильных перевозок пассажиров. Теория и практика предусмотрены в равных количествах, а значит, водители смогут не только освежить в памяти правила, но и отточить мастерство вождения. «Водители должны знать правовые акты при перевозке пассажиров и не реже, чем один раз проходить занятия по специальной программе по повышению квалификации водителей категории Д, ДЕ. Вот здесь находятся водители. Мы с 12-го числа начали проводить занятия. Вот это первая группа. Сейчас проводится теоретическая часть. Впоследствии мы перейдем к практическим занятиям на специальные площадки». После успешного прохождения экзамена в конце обучения выдается сертификат о прохождении занятий по повышению квалификации водителя механического транспортного средства категории Д, ДЕ. А значит, перевозка пассажиров станет еще более комфортной и безопасной. Да, Брест – потрясающе красивый город. И так хочется, чтобы с каждым днем он становился краше, уютнее, чтобы нам, Брещанам, жилось в нем комфортно. Чтобы фразу «лучше Бреста нету места» мы произносили как можно чаще и говорили это искренне. Ведь все мы видим, что день за днем Брест приобретает новые очертания. Да, из-за достаточно большого объема строительных работ в областном центре горожане время от времени ощущают некоторые неудобства. Однако то, что уже сегодня прорисовывается, действительно впечатляет и удивляет масштабами. Планы по вводу жилья в Бресте выполняются согласно доведенным цифрам. Сегодня приоритет в вопросах возведения квадратных метров на застройки для людей, находящихся на очереди по улучшению жилищных условий. Однако параллельно возводятся и дома другого формата, чтобы удовлетворить потребности всех сегментов экономических отношений. Работы на ближайшие годы уже запланированы. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая провела свою параллель и выяснила, что в эти дни строится в областном центре. Все подробности прямо сейчас. Брест – город своеобразный и интересный. Он нередко удивлял тех, кто его посещает впервые своей многоформатностью. Во многом это произошло потому, что постепенно областной центр расширился. В его состав входили прилегающие районы. И в итоге получилось так, что сегодня в Бресте практически в самом сердце есть достаточно объемные участки индивидуальной застройки. Чтобы привнести в этот отчасти загородный колорит, некоторые нотки модернизма, прорабатываются различные архитектурные решения. Так, с 19 июля на общественное обсуждение будет вынесен проект многоэтажного дома в районе пересечения улиц Вишневой и Сикорского. Достаточно неформатное решение. Смелое предложение молодых брестских архитекторов. Со временем сможет эффектно дополнить существующую инфраструктуру. Предусмотрено строительство вместо ветхих домов, строительство многоквартирного жилого дома. Общественное обсуждение начинается с 19 июля и будет в течение месяца проходить. И 22 июля можно будет подойти на презентацию этого проекта и задать вопросы, которые имеются, например, у жителей. Параллельно масштабная застройка проходит и в других, более отдаленных районах. Так, вдоль улицы лейтенанта Рябцева активно осваиваются территории под новый микрорайон. Большую часть работы здесь выполняют специалисты предприятия «Брежилстрой». Один дом на территории уже введен в эксплуатацию. Всего же их будет здесь чуть больше десятка. Наших домов здесь планируется построить 11, это 1880 квартир, 34 подъезда, ну если все в сумме сложить, либо 404 этажа, что составляет 73 тысячи метров квадратных жилой площади. Такие объемы нам здесь необходимо освоить. Что же касается необычной жилой застройки, то здесь стоит отметить дом, возведением которого сейчас заняты специалисты компании «Продом». Элитная многоэтажка с живописным видом на водную гладь Муховца согласно срокам будет введена в эксплуатацию уже в следующем году и бесспорно станет хорошим дополнением благоустроенной набережной. Кстати, работы здесь продолжаются. Со временем набережная свяжет зеленый коридор с центральным проспектом. Если говорить по набережной, значит в целом планы остались все те же, набережная должна дойти до крепости, вопрос может быть это будет этот год, следующий год, ведется активное проектирование. Ну и в целом вот эта территория эспланады, которая сегодня трансформируется из промзоны в административную зону, в такую рекреационную зону. Задача соединить центр города, Кобринский форштадт с крепостью, то есть через городской парк, через рекреационные зоны пройти к крепости, по набережной вдоль реки Муховец пройти к крепости, то есть два таких коридора. Конечно, иметь свои квадратные метры мечтает каждый из нас. Будет это благоустроенное жилье в новом микрорайоне недалеко от центра или загородный таунхаус, каждый определяет для себя сам, исходя из потребностей и финансовых возможностей. Важно другое. Город продолжает развиваться, и в его строительной составляющей для этого делается все возможное. Лето в разгаре, лето жжет. И в буквальном и в переносном смысле. Вот кому хорошо, так это детям. Каникулы, отдых. А вот для педагогов пара каникул не подразумевает отдых. Именно летом учебные заведения города активно готовятся к встрече с юными брещанами. В эти дни в центре внимания руководителей системы образования – организация условий для обучения, отдыха, приема пищи, а также пожарная безопасность. В процесс подготовки включились не только школы, гимназии, лицеи, но и детские сады. Уже 1 сентября сюда придут малыши. Для них создается не только сильная материальная база, оборудованные игровые комнаты, хорошие спальные места, просторные спортивные и музыкальные залы. Особое внимание руководители дошкольных учреждений уделяют в том числе и прилегающей территории. Какие крупные ремонтные работы проходят в эти дни в учебных заведениях и что в планах сделать до конца лета – об этом расскажет Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Кажется, только отзвенели последние звонки, прошли выпускные, а в школах, гимназиях и детских садах Ленинского района уже закипели ремонтные работы. Причем их масштаб в отдельных учреждениях впечатляет. Так, на базе 16-й школы в эти дни идет активная замена напольного покрытия. Параллельно с обустройством общих коридоров, ремонты ведутся и в учебных классах. В школе регулярно проводятся ремонтные работы. Из внебюджетных средств выполняется ремонт классных и технических помещений школы. Это покраска стен, установка декоративных панелей, обновление мебели, технических средств обучения. В данном момент в спортивных залах нанесена разметка и после этого будет пол покрываться лаком. Кроме этого, в настоящее время уже из бюджетных средств проводится замена половой плитки в коридоре третьего этажа. Также из бюджета начата закупка оборудования для сенсорной площадки в кабинет, где занимаются дети с особенностями развития. Конечно, так масштабная реновация проходит только там, где это действительно нужно. Так, в гимназии номер 5 благодаря поддержке спонсоров обновилось футбольное поле. Пока оно используется не так активно, однако с наступлением сентября здесь будут проходить тренировки и соревнования. В основном в гимназии идет косметический ремонт, прочистка труб, облагораживание прилегающей территории. Под руководством наставников школьники очищают зеленые зоны, пересаживают цветы. Если дети участвуют, конечно же, они относятся как к своему. Но гимназисты, они и так очень берегут свое имущество, поэтому в учреждении делается косметический ремонт, а не полностью ремонт кабинетов. Не отстают в этом плане и детские сады. Свои креативные решения педагоги, как правило, воплощают на дворовой территории, как это сделали в саду номер 51 на Дубровке. В эти дни здесь началась закладка площадки безопасности. Со временем на территории появится мини-макет городской улицы, а дополнят творческое решение красочные рисунки на заборах. Работу с детьми мы начинаем уже с младшего возраста. В нашей учебной программе этот раздел есть. Но, конечно, основное внимание будем уделять детям старшего дошкольного возраста, когда уже изучаем с ними правила дорожного движения. И пешеходные дорожки, и светофоры, и дорожные знаки. Здесь мы хотим поработать вместе с нашим ГАИ, которые нам помогут. Всего из бюджета на ремонт и реконструкцию учреждений образования Ленинского района в этом году выделено более 700 тысяч белорусских рублей. Частично они пошли на замену крыш. Остальные средства направятся в учреждения, исходя из потребностей. Робли во всех учреждениях образования, где требовалось их отремонтировать, мы уже отремонтировали. Сейчас ремонтируем полы, потолки в спортивных залах, приобретаем мебель. Я хочу сказать, что последние три года у нас была такая программа в районе по замене старой изношенной мебели в начальной школе на парты с наклонной поверхностью. Так вот в этом году мы закупили уже в стопроцентном объеме эти парты. Поэтому наши дети начальной школы, первые и четвертые классы, когда придут в свой класс, увидят, что у них теперь очень комфортная, удобная мебель. В Московском районе также работа не стоит на месте. Так, на базе 12 школы в эти дни активно идет модернизация пищеблока. На этом объекте проходят одни из самых масштабных работ в рамках подготовки к учебному году. Уже к сентябрю здесь появится современное кухонное оборудование и новая мебель в столовой, чтобы дети встретили юбилейный для учреждения год в комфортных условиях. Сейчас сделается ремонт коридоров, и у нас есть основной объект – это столовая. В столовой происходит питательный ремонт. Мы ждали этот ремонт очень долго. Сейчас он происходит, у нас будет новое оборудование. Я думаю, детям будет очень приятно питаться. Мне поднимется аппетит, и будут все живы и здоровы. Новые ландшафтные решения осваивают на территории 31-й школы. Здесь совместными усилиями родителей и учителей созданы удивительные клумбы и цветники. Творческие решения многолетние, а это значит, что они будут радовать глаз учеников еще долго. Параллельно внутри завершается косметический ремонт. Ряд кабинетов изменили интерьер до неузнаваемости. В апреле был намечен определенный объем работы, который необходимо было выполнить в течение уже летнего периода времени. Соответственно, те рекомендации, которые были нам выданы, мы их уже выполняли, и те нарушения мы устраняли в течение летнего периода времени. В этом году мы значительную работу выполнили и усилиями самих педагогов, и родителями, которые нам помогают, но и детьми трудовой бригады, которая работает также в течение летнего периода времени. Яслисад номер 30 – один из крупнейших в городе. Даже летом в его стенах достаточно много воспитанников. Часть из них в связи с ремонтом одной из групп временно перевели в другие помещения. Кроме того, активная модернизация и переоснащение проходит в кабинете дефектолога. С сентября здесь заработает еще одна специальная группа. К началу учебного года у нас будет открыта и функционировать еще одна специализированная группа для воспитанников с трудностями нарушения речи. Это дети, которые придут у нас с 1 сентября. Значит, не только наши воспитанники, еще с садов заводского микрорайона. И эта группа будет функционировать с 1 сентября. Для нее мы подготавливаем сейчас уже идет работа в кабинете учителя-дефектолога. И, соответственно, тоже будет состав коллектива. Значит, это педагога, который будет функционировать. И дополнительно выделена группа для этих воспитанников. Новый учебный год принесет для района новые открытия. В первую очередь для ребят, которые пополнят большую ученическую семью. А также для молодых педагогов. Все это для того, чтобы нам 1 сентября встретить свыше 31 тысячи детей. Следует отметить, что в этом году, по сравнению с предыдущим, прошлым годом, мы перерастем на полторы тысячи детей. Мы готовы встретить 4 тысячи педагогов. В том числе в этом году к нам придут 120 молодых педагогов, которые начнут свою деятельность в учреждениях образования Московского района города Бреста. Завершиться основные ремонтные работы в учреждениях образования должны в августе. Учреждениям будут выданы документы, подтверждающие их готовность работать в обычном режиме. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим об актуальном. Без них тяжело пожилым людям. Инвалидам просто невозможно. А молодежи – лень. Это все о лифтах. За последние десятилетия мы настолько привыкли к этому удобству, что вряд ли кто-то по собственной воле рискнет подняться на девятый этаж пешком. Зато если это оборудование выходит из строя, негодованию жильцов буквально нет предела. А потому, несмотря на надежность и долговечность лифта, за этим механизмом надо внимательно следить. И этим важным делом заняты специалисты предприятия «Брестлифт». Они оказывают услуги по монтажу, ремонту и обслуживанию лифта в рамках программы «Комфортное жилье и благоприятная среда», которая рассчитана на 2021-2025 годы. Как обстоят дела с исправным функционированием лифта в жилых домах, сколько агрегатов уже было заменено в текущем году и сколько еще обновок будет установлено? На эти вопросы ответ в следующем материале. Умный в гору не пойдет, умный лифт изобретет. Кто это сказал и когда, неизвестно. А вот эволюция подъемника достаточно серьезная и берет начало в Древнем Риме. Потом была Франция, Америка, Англия. В России этим занимался Кулибин. До наших дней дошел усовершенствованный агрегат, потребность в котором остро ощущают жильцы многоэтажек. Быстро подняться или спуститься, например, с 16 этажа без этого устройства невозможно, а потому совсем неудивительно, что люди остро реагируют на его поломку. Чтобы не допустить такой ситуации в целях обеспечения безопасности, специалисты предприятия Брестлифт регулярно проводят мониторинг грузоподъемных машин. Еще в 2016 году было принято решение о реализации государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда», в рамках которой осуществлялась под программой «Безопасный лифт». Мероприятия по замене внутридомового транспорта проводили вплоть до 2020-го. В этом году программу продлили до 2025-го. Мы монтируем лифты в рамке программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». Эта программа рассчитана на 2021-2025 год. В начале года разрабатывается план-график по монтажу лифтов, и мы благоприятно все лифты монтируем по полугодию и по кварталу. В этой программе рассчитана замена лифтов не только по ЖРЭУ и ЖЭС, но также мы монтируем и в кооперативах товарищества собственников ЖПК, ЖСПК. Примером выполнения новой программы стали девятиэтажные дома на улице Орловской, где большая часть жильцов получили квартиры еще в 80-е годы и все время пользовались одним лифтом. Срок эксплуатации, которого составляет 25 лет, давно прошел. А значит, сейчас самое время начинать новую эпоху с комфортным и функциональным лифтом. Хорошо, весь открывается, хорошо, тихенько едет, тот гудел, а этот нормально. Конечно, красивее, комфортнее, удобнее, хорошо зайдешь, так приятно в лифту, конечно. Очень комфортный лифт, очень. И детям доступно кнопочку нажать, и все, и старикам есть, и обвернуться. Очень довольные, очень. Внешне почему? Красивый. Там камера стоит, не знаю, как она работает или не работает, но стоит. Стало ли тише, удобнее, комфортнее? Тише, да, стало тише. Жильцы этого дома уже смогли опробовать новый лифт в деле и остались довольны. А вот брещане, которые живут в многоэтажных домах на улице Вульковская, только ждут такой возможности. Работы по демонтажу специалисты предприятия «Брестлифт» начали в 20-х числах июня и практически завершили замену первого внутридомового транспорта. На очереди второй. Что было заменено? Было полностью все старое оборудование снималось. Это, значит, двери шахты на каждом этаже. Ставились новые двери. Значит, менялись направляющие. Электрическая часть тоже менялась, кабели, шлейфы. Вот, все это менялось. Значит, менялась полностью станция управления в машинном помещении. Также менялся все двигатель, лебедка. Все это тоже менялось на новое оборудование. Процесс замены лифта нелегкий, да и жильцам приходится испытывать некоторые неудобства. Правда, на выходе они получат новый агрегат, в котором комфортно перемещаться. Грузоподъемность внутридомового транспорта теперь доходит до 400 килограмм. Среди плюсов – бесшумность работы, увеличенная скорость, а также опрятный внешний вид кабины. При аккуратном использовании лифт будет как минимум еще четверть века радовать жильцов домов. По улицам это Орловская, на данный момент Орловская 22, 20, Орловская 28 Г, вот этот вот дом Вульковская 54, Дубровская 27, Энгельса 18 у нас был объект. На Ковалевке очень много поменяли. Практически сейчас монтируем в разных ЖЭСах, то есть практически по всему городу в Рест. За этот год уже заменено порядка 80 лифтов и планируется еще около 30. Исправный лифт – атрибут базового комфорта горожанинам. Правда, надежная работа этого механизма заслуга не только специалистов, но и самих жильцов дома. А значит, помочь дожить внутридомовому транспорту до своего 25-летия можно только совместными усилиями. Администрация Ленинского района не перестает искать новые пути привлечения молодежи к здоровому и активному образу жизни. Ноу-хау для учащихся Ленинского района стало проведение соревнований по кроссфиту, которое прошло в рамках продолжающейся летней спартакиады «Сделай правильный выбор». Ее основная задача – организация полезного и правильного досуга для детей в летний период и, конечно, пропаганда здорового образа жизни. А еще всех участников и гостей мероприятия ждал сюрприз в виде демонстрационного выступления брестской команды воркаутеров, занимающихся непростым, но набирающим обороты в нашем городе видом спорта. Наши корреспонденты отправились на соревнования для того, чтобы первыми увидеть это интересное шоу и поболеть за соревнующихся ребят. На стадионе средней школы номер 9 собрались ребята, действительно заинтересованные в продвижении и популяризации активного образа жизни. Все они с радостью откликнулись на предложение специалистов администрации Ленинского района ввести в летнюю спартакиаду «Сделай правильный выбор» новый вид соревнований по кроссфиту. Мы с самого начала видели очень большую заинтересованность молодежи, потому что это то, что сейчас актуально, то, что им нравится. А для нас это важно, потому что все-таки это здоровый образ жизни, это отвлечение от разных нехороших занятий, от вредных привычек. Мы видим, что молодежь очень увлечена, этим у них горят глаза, и в отличие от многих соревнований сюда пришли даже с болельщиками. Мы видели, насколько поддерживают выступающих, что дети знакомы друг с другом. Мы надеемся, что это движение кроссфита будет шириться, будет развиваться не только в Ленинском районе, но и во всем городе Бресте. Кроссфит – это вид функциональных тренировок, как правило, круговых, объединяющий в себе кардионагрузки, гимнастические и силовые упражнения. Во всем мире ежегодно проходит большое количество турниров по кроссфиту, в том числе чемпионаты мира и Европы. Не желает отступать и наш город, тем более нам есть чем похвастаться. В рамках мероприятия с ребятами работали профессиональные спортсмены Брестского фитнес-центра «Дельта». Сегодняшние соревнования по кроссфиту мне очень понравились, потому что они могут тренировать все группы мышц, чтобы люди могли в дальнейшем гордиться своей фигурой и поддерживать фигуру. Хотелось бы сказать, чтобы другие дети, другие люди занимались этим и не сидели просто так и без дела. Особенно ярким событием соревнований стало показательно выступление ребят из Брестской команды воркаутеров. Внимание, не повторяйте самостоятельно, все трюки выполнены профессионалами. Вот такая фраза приходит на ум, глядя на зрелищное и до мурашек завораживающее выступление юношей. Воркаут – это не просто занятие на турниках, это целая субкультура, которая продвигает тренировки на уличных спортивных площадках как бесплатную и эффективную альтернативу традиционным тренажерным залам. Есть элементы, которые выполняются просто на плоскости, на полу, то есть это очень доступный вид спорта. То есть я понимаю, если ходить в зал тренажерный, там нужен определенный бюджет, если играть в футбол, там нужен мяч, а для этого ровным счетом, я думаю, не надо ничего. В каждом городе есть хоть какой-то там советский турник, я уже не говорю про новые площадки, но я думаю, они тоже сейчас много где есть. И для этого спорта надо просто желание, единственное, себя продвигать. Брестская команда воркаутеров – это настоящая семья, где все поддерживают друг друга, легко принимают новичков, учатся и учат. Многие из них попали в этот спорт случайно, но открыв его для себя однажды, уже не собираются останавливаться. Сейчас их задача – популяризировать этот спорт в Бресте и привлекать как можно больше людей в этот непростой, но очень зрелищный вид спорта. Если в нашу компанию приходит какой-то человек, который хочет начать заниматься воркаутом, то мы, конечно, его поддержим. Мы соберемся всей командой, мы ему дадим правильное направление, чтобы он правильно все начал и у него все получалось в дальнейшем. Началось все в 2018 году. Мы пришли на турники, просто через интернет увидели информацию о них. И мы очень сильно заинтересовались этим и начали мы с силовых упражнений. Потом уже, когда развили более-менее какую-то базу, переходили на красивые динамичные элементы. Я буду говорить уже более для такого подрастающего поколения. Получается, у нас есть ТикТок, там 170 тысяч подписчиков на данный момент. И получается, наши атлеты по всему городу занимаются, мы поддерживаем связь определенную между собой. И тоже выходим на контакт, делимся своими успехами, достижениями. И публикуем это вот в этот ТикТок. Там мы набираем просмотры, набираем популярность. И в дальнейшем мы хотим как-то продвинуться в этом. Можно сказать, вот такие мероприятия, как сегодня, было бы хорошо, если нас будут звать туда выступать. То есть просто держать хороший уровень. Мнение присутствующих ребят говорит за себя. Мероприятие удалось и дало свои результаты. Нам дали показательное выступление. От людей, которые уже много чего добились в этом виде спорта, это было видно. И я до сих пор остался, буду большим впечатлением. Всего понемногу, надо начинать с малого, я это понимаю. Чтобы таких результатов добиться, надо лет 5-10, это минимум. Я в этом уверен. Но будем стараться. Алена Миневич, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Это были итоги недели. Мы встретимся снова через 7 дней. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте. А также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я, Ирина Левчук, желаю вам добрых новостей в ваших домах. И, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин